Валерий Павлович, вчера у вас состоялась встреча с губернатором Томской области, президентом футбольного клуба Томим Сергеем Жвачкиным, где вы узнали об отставке Василия Баскакова и узнали о том, что вы теперь будете выполнять его обязанности. Насколько для вас это стало неожиданным и какова была ваша реакция? Да, это стало действительно неожиданным. Решение президента о замене для меня не просто неожиданное, а неожиданное в том смысле, что на меня возлагаются обязанности исполнять обязанности главного тренера. Но, с другой стороны, я как советник, когда эта ситуация обсуждалась, посчитал, что вот в этой сегодняшней ситуации обращаться к кому-либо извне не совсем правильно, потому что нужно время для того, чтобы человек вошел в вот эту ситуацию. И ничего не остается, как мне возложить на себя эти обязанности, как бы согласиться исполнять эту роль. Но при этом вы оставляете за собой должность советника президента, заместителя генерального директора и при этом будете выполнять функции главного тренера? Нет, я не сомневаюсь в том, что совмещать должность главного тренера и то, что вы назвали замгендиректора по спортивным вопросам и советник президента невозможно. Работа главного тренера предполагает 24 часа в сутки работать в этом качестве. Вчера, Сергей Анатольевич, вы обсуждали то, каким образом эта ситуация должна, может развиваться, имея в виду ситуация с главным тренером. Почему я спрашиваю? Потому что уже вчера некоторые источники начали обсуждать предполагаемые кандидатуры. Действительно ли футбольный клуб «Тум» ведет поиск нового наставника? Ну, можно сказать, что это как бы информация закрыта, но в то же самое время отдаю себе отчет в том, что и я должен понимать, что если дела пойдут на вас, значит продолжение следует. Если что-то такое не будет связываться, то нужно будет находить людей. И я знаю, список существует, с некоторыми из этих кандидатов ведутся переговоры предварительные. Это правильно, потому что нужно, чтобы в любой момент можно было, не затягивая что-то, произвести очередную замену. Василий Владимирович, остается в структуре футбольного клуба «Тум», во всяком случае предполагается ли это? И если остается, то вот в каком качестве? Вот прежде всего я, пользуясь случаем, хочу и от себя, и от имени ребят поблагодарить Василия Владимировича за его работу. Он был усерден, он за всех сил работал. Ну, вот так у нас, у тренеров случается, что вот есть полоса белая, есть полоса черная. Ну, ни один из тренеров не гарантирован, что у него не случится отставка. Потому что каждый тренер, когда подписывает контракт, он должен быть о том, что когда он действует уже к концу. Василий Владимирович, конечно, легенда и достояние клуба, и он должен быть в структуре клуба. Я так думаю и не сомневаюсь, что так и будет. Ну, то есть пока конкретные там, допустим, должности, перспективы не обсуждали? Ну, мы обсуждали с Сергеем Анатольевичем, и один из вариантов, чтобы он был как бы на практике, чтобы он работал в структуре ТАМИ-2. Олег Кузьмич, вчера Вас представили в новом статусе футболистом. Вы наверняка с ними пообщались, наверняка видели их реакцию. Как вы думаете, они вообще как бы понимают, что они в том числе несут ответственность за отставку Василия Владимировича Баскакова? Вот именно с этого я и начал разговор вчера с нашими ребятами. Когда происходит отставка, нужно понимать, что все нужно делить пополам. Конечно, роль тренера никто не отнимал, это важно, как работает команда, как живет коллектив. Но и игроки должны понимать, что они сегодня выглядят хуже, чем они есть на самом деле. Когда игрок играет ниже своего потенциала, он обязан задуматься об этом. Что происходит, почему так? Вот над этим мы сейчас и будем работать. Как бы мое появление, оно не было, так скажем, неожиданным, потому что я после случая с Уфой в этих играх, Сергей Анатольевич сказал, что я должен быть в команде, я должен быть с командой, я должен знать ее изнутри. Не имелось в виду, как бы готовить отставку Василия Владимировича, имелось в виду, чтобы мы совместно проводили эту работу. И ребята понимали, что да, я присутствовал на всех сборах, я на каждой тренировке присутствовал. Ну и это было воспринято как должно, если хотите. Валерий Кузьмин, вчера вы уже руководили командой на тренировочном занятии. Вот в ближайшее время при подготовке к матчу с лучом тренировочный процесс претерпит какие-то изменения, какие-то корректировки произойдут? Ну, надо вырастать приоритеты. В чем проблема сегодня? Да, есть технические проблемы, есть там проблемы с составом, есть проблемы с тем, что у нас вдруг для нас неожиданно провисает центральная ось в команде, в которой мы считали, что у нас там нет проблем, да, и в организации атаки, и в игре в обороне. Но важнейшим фактором неудачи нашей является, как я думаю, психологическое состояние ребят. Вот эта неуверенность, которая вдруг появилась, я помню, когда команда выходила в премьер-лигу, когда Сережа передня работал, ну, выходила команда, которая, как бы, командовала всем бояться. А здесь какая-то неуверенность, какое-то вот нервозное состояние, из которого нужно ребят выводить. Вот для меня, кажется, это так основополагающе. Ну, и плюс, конечно, нужно укрепить состав, вот у нас есть сейчас некоторые подвижки в этом плане, говорить подробно не буду, но в игре против луча может не особенно что случиться, но изменения в стартом составе должны быть, и плюс должно быть укрепление какое-то. Олег Пузьмич, сейчас наша команда, наш клуб переживает не самые простые времена, ну, любая отставка – это, в общем, кризисное явление. Как вы думаете, роль болельщиков какова, томских, и у вас сейчас есть возможность к ним обратиться, для того, чтобы вот они, ну, должным образом, наверное, отреагировали, поддержали нашу команду? Да, любое изменение в руководстве воспринимается болельщиками не всегда однозначно, да, иногда это как ожидаемое, иногда это может быть и неожиданное. Вот в этой ситуации я хочу, чтобы наши болельщики, перед которыми мы в долгу, и вот вы сказали, что состояние, в котором находится Томь, она постоянно почему-то вот рядом с форс-мажором, всегда какие-то проблемы у нас, да, и не финансы, а так вот такие турнирные. Поэтому роль болельщиков, не умолите, болельщики спасали нас, когда нам совсем трудно было, болельщики помогали нам, когда мы жили более-менее ничего, и очень хотелось бы, чтобы даже вот в этой ситуации болельщики были на нашей стороне. Мы понимаем, что и игроки, и я, и руководство, и клубы, что мы в долгу перед болельщиками, мы играем для болельщиков, болельщики – это вот основа Томь-Мал, что нами должно двигать. Надеюсь, что болельщики будут с нами и вот сейчас, и на матче с Лучом появятся, и надеюсь, что дальше так будет. Огромное спасибо. Мы говорим нашему сегодняшнему гостю, советнику президента футбольного куба Томь, заместителю генерального директора футбольного куба Томь по спортивному вопросу, исполняющему обязанности главного тренера нашего клуба Валерия Кузьмича. Не помню чему.